Доброе утро, дорогие мои! Вы на канале Приют Ангелов, с вами Народный Батюшка. И у нас гром гремит среди ясного неба, потому что набежали тучи и собирается дождь. Мы, в общем-то, сейчас дождю рады, хотя уже практически все, что нужно было, созрело. А картошка, которая уже оформилась, я вам показывал, она сейчас особого такого полива не требует, ей надо развиваться. Но, тем не менее, дождь это всегда хорошо. Тем более, что говорят ненадолго, потому что дождь это урожай. Дождь помогает нам получить урожай. И это такой, можно считать, аналог благодати, которая идет на человека для растений. И поэтому будем ждать, только бы он нас не выгнал, пока я решил собрать урожай смородины. Собирать урожай тоже нужно вовремя. Так интересно, что мы с вами видим в Евангелии, как Господь подходит к смаковиннице, на которой должен был быть урожай. А на ней нет ничего. И он ей приказывает, засохни, и смаковница засохла. Вот что значит не выполнить своего предназначения, не дать урожая. Поэтому в Евангелии-то созревание человека точно так же, как говорится, образно рассказано, как форма созревания плода человеческого. И сказано, что пришел тот, кто посеял, чтобы собрать свой уже урожай. Пришел тот, кто должен получить качественные плоды. И этот пришедший, это Господь наш Иисус Христос, Бог Слова. И теперь мы с вами понимаем, что за урожай Он хочет от нас получить. Получить Духа Святаго обратно. Поскольку сея Его в нас, Он точно так же, как семя в землю, закидывает в нас некую задачу, которую мы с вами и должны возрастить. Как дождь на землю, на нас идет благодать Божья, и с помощью ее каждое зерно, которое отправлено в нас, то есть Дух Святой, отправленный в нас, возрастает в той мере, как мы участвуем в этом, как мы с вами помогаем всему этому расти. Почему первым садоводом был Адам? Он должен был те растения, которые в раю оформлены, то есть созданы параллельно с ним, обихаживать и ухаживать, получать от них плоды. Потому что таким образом в нем развивалась форма будущей его жизни, а Господь знал, что он согрешит и что будет отправлен добывать пищу свою в поте лица своего. Поэтому вот развивать в себе садовода, который растит зерно внутри себя, поливая его благодатью и выращивает в конечном итоге плод, обязан каждый из нас. Каждый из нас. Но, я вижу одно маленькое недоумение. То есть мы с вами не совсем понимаем, как это взращивание происходит и в какую степень оно в конечном итоге приходит. И не все понимаем, что за плод мы должны в конечном итоге у себя вырастить, который пойдет в Царствие Небесное. Хотя, если посмотреть вот так конкретно в тот же закон Божий, если слушать святых отцов, которые об этом говорят, то все сказано четко и ясно, все понятно. Другое дело, что мы, во-первых, можно так сказать, замылили свое понимание. Как-то у нас так все одно в одном. Теперь разговор о теле, душе, духе. Как будто это об одной духовности идет речь. Это первое. Во-вторых, не умеем четко разделять, где же мы, кто же мы и какая часть нашего тела, как возрастает и что из нее должно в конечном итоге получиться. Давайте я вам еще раз просто коротко напомню, что же в конечном итоге за плод мы растим, что же в конечном итоге, как мы садоводы самого себя должны из него получить. И какие приемы такого садоводчества, взращивания в себе этого плода у нас с вами имеется, что нам Бог на это дал. И начнем мы еще раз, я вам напоминаю, о нашем строении трехчастном. Мы с вами имеем тело, душу и дух, и дух, который вдохнут в нас Господом, послан к нам Господом. Дух Святой. Так вот, начиная развивать тело, мы с вами знаем, что развивается оно и становится совершенным, когда мы с вами видим интеллектуального человека. Да? Хорошо же звучит? Интеллектуальный человек. При этом, если мы рассмотрим, как человек доходит до степени интеллектуального человека, то мы увидим, что, еще раз вам напоминаю, через чувства, в образы, в понятия, в знания, в разумение, в разум, все в конечном итоге собрано и нашими телесными чувствами и возможностями из мира сего материального и складывается в наш интеллект. Когда мы начинаем этой информацией, обладая, знать, что мы должны с вами сделать из себя как человека и в конечном итоге делаем интеллектуального человека, то мы и достигаем высшей телесной созревания. Интеллектуальный человек, вы знаете, я вам скажу так, он в любой сфере телесной является человеком действительно таком высших, можно так сказать, достижений. Ну, в том числе можно отнести, например, к высшим телесным достижениям, спортивные, например, или, ну, художественные мы дальше пойдем, достижения, спортивные. Кто скажет, что спортивные достижения это не интеллектуальная деятельность, тот просто ничего в этом не понимает. Поскольку вот сейчас у нас в мире работает на эти достижения огромное количество науки, специалистов, техники и всего прочего, при этом, не обладая интеллектом, спортсмен не сможет все это освоить. То есть, чисто бегать и чисто прыгать без всякого интеллекта сейчас просто невозможно в высоких достижениях, в спорте высоких достижений. Поэтому то, что вы, хороший спортсмен, это высокоинтеллектуальный спортсмен, мы даже стали видеть, потому что эти спортсмены попадают в высшие наши умственные органы, в Думу, например, в Совет Федерации, и там вполне ведут успешную деятельность, но иногда, правда, немножечко и недостаточно успешной. Можно в состав интеллекта включить телесного интеллекта и правильное поведение любого человека в отношении своего тела. Человека, который умеет использовать свое тело правильно, с пользой для себя и других, он, естественно, интеллектуально развит, телесно, интеллектуально развит. У него хороший ум. Дурак начнет пить, курить, и все остальные потребности тела выполнять безгранично, без конца. Тело не имеет, как говорится, сытости. Сколько его не корми, оно все время все равно хочет. И вот этот дурак мы с вами и видим, как в конечном итоге гибнет, рано гибнет от того, что не смог интеллектуально управлять своим телом. Здравствуйте. Как сегодня ловится? У меня всегда хорошо ловится. Молодец. О, интеллектуальный рыбак. У него всегда хорошо ловится. А другие придут, вот у меня погода не та, ветер не тот, рыба неправильная. Вот так человек без разума ведет и со своим телом. Но тело это не единственный орган, который нужно сделать интеллектуальным. Следующий у нас орган это наша душа. Душа. Феофан Затворник душу относит к художественной сфере, к сфере искусства, к сфере творчества. Потому что в душе человек и становится творцом. Становится творцом. То есть когда в человеке просыпается талант или он доходит до того, что у него есть талант и его можно использовать, в том числе сократив потребности тела, то есть заставив тело работать на этот талант, то этот человек становится интеллектуальный в душевных качествах. Душевных. Феофан Затворник еще раз повторяю, относит душевные качества к сфере искусства и поэтому творчество в сфере искусства это уже сотворчество с Богом. У меня пошел дождь. если он еще чуть-чуть увеличится, то я сбегу. Под маленьким то можно маленько посидеть. Так в сфере искусства нужно иметь все те же самые качества, которые нужны в телесном развитии ума. То есть вы должны там и образы получить, и понятие этого искусства освоить, и в конечном итоге это называется эмоциональный интеллект и эмоциональным интеллектом вы должны все эти средства и инструменты начать использовать для того, чтобы у вас в конечном итоге получился нет, все, все, извините, пойду домой, договорим уже там. Ха-ха, но я же не совсем глупый человек. Имея маленечко интеллект и вспомнил, что у меня есть зонтик. А под зонтиком, друзья, мы с вами можем собирать урожай безопасно. Благодать дождевая на нас не падет. Так вот, я тогда продолжу. значит, душа должна иметь все те же свойства, что и телесное разумение, телесный ум, телесное развитие. То есть, у нее должен быть интеллект. И с этим интеллектом она и занимается искусством, искусством творчества. Это творчество потому называется искусством, что оно действительно не проявлено природой. Человек уже творец. Здесь он искусственно все это создает. И при этом использует именно два уже интеллекта. Интеллект умственный, то есть телесный интеллект и душевный. Поскольку здесь включается в душу эмоциональное развитие, эмоциональный интеллект. И ты тогда что-то творя оцениваешь эмоционально побои созданные, но и другие оценивают. И это творчество становится реальным. Реальным. Я вам скажу так, что здесь-то конечно вы сейчас скажете ой, что же люди искусства значит такие особые. У них значит только этот интеллект. Ничего подобного. Любое творчество направленное на доброе делание оно принадлежит деланию духовному, то есть душевному, божественному деланию. Но есть ведь и другая сфера, в которую можно это творчество применить и изобретать вещи, которые в другую сторону работают, то есть работают на сатану и это уже в ответственности человека. Каждый имея в себе этот талант его развивает или использует так, как у него в сознании его позволит. Так вот первые два интеллекта, то есть телесный и эмоциональный и душевный должны иметь определенную направленность, изначально направленность своей деятельности и эта направленность добрая и эта направленность представлена в Евангелии Господом как пример его жизни. Я почему отличаю пока вот как пример его жизни от слов в его жизни, поскольку слова у нас используются немножечко дальше. То есть Евангелие, которое мы берем для своего формирования, оно способно научить и тело жить так, как надо. Мы видим, как Господь живет в скромности, ест пищу, какая ему дана, грубо говоря, вот, ходит в одежде, которая удовлетворяет только самые крайние потребности, ну и все остальное. Ходит много, проповедует много, и это все тяжелый труд. Вот он нам примером показывает, как телесный интеллект и душевный интеллект использовать. Творчество, которое мы видим у Господа, оно, можно так сказать, двояково, оно и душевное есть свойство, когда он проявляет некоторые, значит, изобретательность в некоторых своих действиях, но мы приходим к самому главному. Вот эти два вида развития, это все равно, что два вида созревания наших плодов. То есть, сначала цветочки, тело воспитывается, когда цветочки, как говорится, запахнут, как полагается, к ним прилетят пчелки, эти цветочки обиходят и цветочки начнут превращаться в плоды. Первая стадия превращения цветочков в плоды, это рост, это рост. То есть, вот, они одновременно значит, и созревая, и наливая всякими соками, сначала растут. Вон у меня уже черные смородины, я вижу, которые я обобрал. Опять созрело, потому что я ягодки зелененько-красненькие такие оставил для того, чтобы они созрели. Так вот, третья степень созревания, которая нужна Господу, при которой Он и старается помочь нам Духом Святым, это степень созревания духовная. Духовная. Еще раз напоминаю, что у нас есть понятие того, что в Царстве Небесное отправится какая-то одна наша часть, и нам святые отцы рассказали, что это часть Дух. Дух. Иногда и Дух называют Душой, или Душу начинают Духом, но Душа созревает только тогда, когда она в Духе находится. В Духе. Молитесь в Духе, все вам говорят. В Духе находитесь, когда вы молитесь. И вот созревшая часть, которая нужна Господу, за которую Он нас, можно так сказать, отблагодарит вечной жизнью, это Дух, созревший Дух. И что здесь надо сказать? Что у Него точно те же самые задачи и требования к Нему как к телу и душе, то есть нужно иметь духовный интеллект, то есть мы телесный интеллект в виде разума с вами разобрали, душевный интеллект, это эмоциональный еще его называет интеллект, но надо иметь интеллект духовный, то есть человек должен быть духовно тоже интеллектуальным, чтобы использовать то, что ему дано качественно используй. то можно Субтитры создавал DimaTorzok